Седьмой класс, 25 серия. Решение задач. Задача первая. Первое число составляет 30% второго, второе 20% третьего, третье 10% четвертого. Найдите эти числа, если их сумма 563. Назовите меньшее число. Большим будет четвертое. Обозначим за х четвертое число. 10% от х, это 0,1, умножить на х. Процент, сотая часть. Итак, это четвертое, это третье, второе число 20% от третьего, а первое 30% от второго. Решая уравнение, находим х. Итак, четвертое число 500. А надо назвать меньшее. Меньшее число – это первое. Значит, первое число 3. Ответ 3. Задача вторая. На складе хранились ягоды 50 кг с содержанием воды 98%. От долгого хранения содержание воды сократилось до 96%. Сколько теперь весят ягоды? Итак, если было 98% воды, значит, сухих ягод было только 2%. Надо найти 2% от 50. 2% от 50 – это 1 кг. Затем содержание воды стало 96%. Значит, 1 кг сухих ягод – это уже не 2%, а 4%. Можно составить пропорцию и узнать, сколько теперь весят ягоды. Х. Ягоды теперь весят 100 разделить на 4 – 25 кг. Ответ – 25 кг. Задача третья. Пароход по течению реки шел 4 часа, а против течения 6 часов было пройдено 176 км. Сколько километров он прошел по течению, если скорость течения реки 2 км в час? Обозначим за х собственную скорость парохода. Когда он идет по течению, его скорость х плюс 2. По течению он шел 4 часа. Против течения он шел 6 часов со скоростью х минус 2. Всего было пройдено 176 км. Решая уравнение, находим собственную скорость – 18 км в час. А надо найти, сколько было пройдено по течению. 4 часа со скоростью 20 км в час. И было пройдено 80 км. Ответ – 80 км. Задача четвертая. Ветер сломал дерево высотой 6 метров. Вершина дерева касается земли на расстоянии 3 метра от ствола. На какой высоте от земли сломалось дерево? Обозначим за х вопрос задачи. Допустим, дерево сломалось на высоте х метров. Если высота всего дерева была 6 метров, значит, вот это 6 минус х. 6 минус х. И, кроме того, известно по условию задачи, что вершина касается земли на расстоянии 3 метра от ствола. Так, это прямоугольный треугольник. По теореме Пифагора. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Это квадрат гипотенузы. Сумма квадратов катетов. Решая уравнение, находим х. Итак, дерево сломалось на высоте 2 метра и 25 сантиметров. Таков ответ. Задача пятая. Заполнить клетки числами от 1 до 4 включительно, учитывая знак неравенства, так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце каждое число было записано один раз. Так, сразу можно записать число вот в этой клетке. В верхней строке есть двойка. Вот в этом столбце есть 1 и 3. Значит, здесь только 4. В верхней строке осталось записать вот в этих клетках два числа – 1 и 3. Учитывая знак неравенства, здесь записываем тройку. Единицу здесь писать нельзя. Значит, единица вот здесь. Так, теперь можно записать число в этой клетке. Это число должно быть меньше, чем 3. Один не подходит, потому что в этой строке единица уже есть. Значит, здесь двойка. Так, а теперь вот в этой клетке можно записать число, потому что здесь может быть только двойка. Остальные числа в этом столбце уже есть. Так, можно записать число вот в этой клетке, потому что в этом столбце есть единица, а в нижней строке есть 2 и 4. Значит, здесь будет 3, здесь будет 1, здесь 4. Так, хорошо. Теперь можно записать число вот в этой клетке. В правом столбце есть двойка, а вот в этой строке уже есть 3 и 4. Значит, здесь будет единица. Так, тогда здесь будет 3. И осталось заполнить еще 2 клетки. Так, здесь 4, а здесь 2. Все, задание выполнено. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА